итак добрый вечер продолжаем опыты с генератором сегодня проходили опять опыты то есть достал вторую батарейку сейчас значит прогон делаем прогнал сегодня подал значит 60 вольт постоянного тока на ход мотор как я говорил 225 ватт соединен со вторым мотором который на генератор работает 550 ватт знакомая схема потому что конечно мотор бы новый надо помощнее может быть лучше результат будет но пока на этих пока ничего нет и вторую батарейку застал хотя не очень но работа подключил ночь прогонял где-то часа три включил значит батарейки были заправлены первое включилась прогонял на батарейке показывала а значит с генератора идет выпрямитель подключен а выпрямитель подключен на батарейку на вторую то есть от инвертора идет то все цепь батарейка первое потом инвертор потом генератор ну сейчас я вам покажу схему понятнее было и так нарисуемся вы нарисовали значит вот у нас вот так вот изобразим мотор мотор вот это вал вот здесь соединение соединение на валу генератор сидит сидит генератор на валу на мотор идет у нас вот такая схема выпрямитель вот я рисую прямоугольник выпрямитель вы То есть это идёт на мотор. Далее. Тут у нас инвертор, который подаёт питание на этот выпрямитель. Инвертор, значит. Инвертор. 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 Значит 220 он подаёт. 220 подаёт на вольт. У нас сюда на выпрямитель. А выпрямитель крутит вот сюда мотор. Далее. Инвертор. Питается. То есть кушает как бы от батарейки. Вот батарейку нарисовал. Батарейка. Вообще-то там написано. 50-60 ампер. Но она может где-то 200 ватт. То есть половина у нас мощности даёт. Половина мощности. И вот выход у нас. Выход. Тут мы подключаем на выход. Опять же вот. На выход выпрямитель. Вот выпрямитель. В углу В. Напишу. Выпрямитель. Так. Из выпрямителя вот два провода. Плюс и минус. Тут вот стоит батарейка на зарядку. На зарядку. Батарейка два. В общем вот такая система. Значит отработала она. Включил. Сначала 10 минут отработала. Напряжение вот этой батарейки упало до 2. До 12. До 12. И 4. До 12. 4. А здесь поднялась до 13 с чем-то. То есть зарядилась. Здесь вот 14. 14 вольт. То есть на подзарядку. Вот этот выпрямитель даёт подзарядку. Поднялась здесь до 13. Значит вот это значит я поставил вот так вот батарейку. Это сюда. Вот. То есть их взаимозаменяем. То есть взаимозаменяю пока вручную. То есть здесь надо ставить реле. Вот здесь вот. Ставить реле. Ну это в дальнейшем. То есть сейчас ещё реле надо доставать. Здесь стало 12.4. Здесь 13. Поменял. То есть инвертор стал питаться отсюда. Отсюда. А этот стал значит сюда заряжаться. Вот так. То есть вот так вот делал по 10 минут. Десять это. Десять это. Три часа. Три часа занимался. В итоге когда выключил то всё. В итоге подождал где-то час два. Вот. Час два подождал. В итоге что получилось. Напряжение было здесь первоначально полное оно было 12.7. Так и осталось 12.7. И здесь также осталось 12.7. 12.75. Вот. То есть батарейки как были полные. Это и это. Как были полные. Так и остались. То есть. Дальше нужно значит сюда подать. От этой батарейки подать. Ещё инвертор у меня есть. Вот сюда инвертор. Так. И здесь можно кушать питание. Сколько его можно кушать на 60 вольт? Это будем определять дальнейших опытов. Вот. Ну то что оно работает уже как как бы беспрерывно. Как вечная система. Это показывает что дело верное. То есть под нагрузкой ещё эту систему не опробовал. То есть она идёт как сейчас бесконечный двигатель. То есть здесь выходит. Это заряжает. Это система 3 часа. Надо дальше ещё продолжать исследования. Ну в общем работа. Дальше будем. Дальше будем. На это самое. Делать вот здесь автоматы. Реле. Чтоб срабатывал. Чтоб не перетаскивать. Провода чтоб не переключать. Они батарейки у меня рядом стоят. Вот тут вот. Рядом вот так стоят. И вот я просто концы перебрасываю. С этого сюда. С этого сюда. Вот это всё сделать автоматически. Это на реле времени. Через каждые 10 минут будет перещелкивать. Так. И подать надо. Не 60 ватт подать. А подать поболее. Например. 150 как подавал. И тогда можно уже брать будет. На потребителя больше. То есть как-то я мерил. То есть на потребителя где-то. Она берёт одну часть. А выдаёт 3-3,5. То есть одну часть сюда. То есть две части. То есть допустим. 150 ватт. Здесь будет она жрать 150 ватт. Этот мотор. А здесь выйдет у нас где-то ватт. 550. 550. То есть сюда 150 отдаём. И 400 ватт на потребителя. Где-то есть схему 150 вольт. Так. Сохраним рисунок. Схема. Новая. Две батарейки. Сохраняется рисунок. Сохраняем. Выключаем его. Вот такая в общем. Вот такая система. Вот такая система. То есть надо ещё будет. Чтоб подать на полную. Как я говорил. На полную будет у нас. Как испытания показали на тех роликах. 225. Если подадим. Будет 800. Для этого надо инверторы помощнее. У меня там инвертор. Стоит. На нём написано где-то 400. Вольт ампер. В час. То есть это 350. То есть он слабовато для этого. То есть надо ещё помощнее. Инвертор. Ну как. Он не слабоватый. Он нормально будет держать. Но для пуска. Ручной то я не запущу систему. Чтобы допустить надо допустим там. Не 300. А на киловатт. При запуске раза в 2-3 оно берёт. Чтобы раскрутить. А там оно будет конечно держать. Или если не будет инвертора. Можно раскрутить. Как-то будет. Через что-то допустим подключить. Кратковременно. Какой-то этот самый. Примейте ли. Он раскрутит его допустим. До 30 вольт. А там уже она. Уже когда она раскручена. Ну там. На оборотах там. 5000. 3000 оборотов раскрутит. А там уже можно будет включать. Но желательно конечно с ионистом. Сейчас пока ионистом нет. Батарей капризной вот как нет. То есть у меня первая часть была. По двигателям. А сейчас я стал работать с батарейками. Это очень капризная штука. Вот сами понимаете. В том не новые. Но пока делаем так. В дальнейшем буду показывать. Дальнейшие опыты. А для как говорится уже. Модели чтобы это было для людей. Это надо конечно. Ионист так доставать. Да она будет надежнее. С батарейками конечно. Эта модель будет давать. Но это будет тоже. Как говорится. Смена батареек. Там туда-сюда. В общем. Нервотрепка. Надо поставить ионистер. Пока дорого. Но может. Буду брать частями. Может там постепенно. То есть мне на первую надо. На первую модель. Ну а там потом уже пойдет все. Клиенты там. Люди которым надо там. Они сами все закупят. Ну все. На этом заканчиваем. До скорой встречи.